Радио Болтком Наконец-то в Рундальском парке появилась масса гуляющих, люди приезжают в Рундаль, несмотря на то, что музей закрыт, они все-таки приходят в этот прекрасный парк с его перголами, с его баскетами, с его розарием, заложенным еще герцогом Петром. И сегодня мы вспоминаем о супруге этого герцога, нашего последнего курлянского герцога Петра Бирона, Доротея фон Бирон. Эта женщина вошла в историю, потому что она, будучи из маленькой, вообще крошечной страны, произвела просто огромное влияние на мировую политику. И не только она сама, но и ее дочери. Ее дочери, одна из которых стала потом спутницей жизни могущественного французского политика Толерана, и с нею он провел свой остаток жизни последние свои годы, герцогиня фон Саган. Итак, сегодня с нами на связи по скайпу Елена Форст, искусствовед, основательница такого направления, интересного в туристической отрасли. Это костюмированные экскурсии, костюмированные представления. И вот сегодня мы вспомним о том, что связывает нашу сегодняшнюю гостью Елену Форсте и Доротею фон Бирон, у которой в этом году круглая дата. Ей бы исполнилось в феврале 260 лет. А все ее восхождение на престол и в высшие круги мировой знати началось с такого эпизода, который произошел в одном из дворцов герцога Петра, когда уже потерявший надежду устроить свою личную жизнь герцог, которому в то время было уже 54 года, решился сделать предложение юной девушке из старинного узейского рода фон Мэдем. Итак, Елена Форсте, добрый день. Начинаем наш увлекательный куртуазный рассказ. И что же произошло тогда, много лет назад, между 18-летней, кажется, Доротеей и 54-летним Петром? Ему было 55 уже, да. Вот 37 лет разницы в возрасте. Но я хочу начать с того, что 10 лет назад мы праздновали 250-летний юбилей Герцогини Доротеи. И мне была такая возможность, уникальная совершенно, я так просто вот сейчас благодарна этому времени, этой возможности, сделать, воссоздать по портрету парадному кисти Фридриха Гартмана Боридиена парадное платье, костюм Герцогини Доротеи, который, этот портрет находится в Рундельском дворце, в бильярдном зале, и она там с двумя дочерьми Вильгельмина и Паулиной. Ну вот, ну я не знаю, про платье может быть потом, про нее поговорим или... Про нее, конечно. Что произошло? Он сделал ей предложение. Ну, мы сейчас видим там 50-летних мужчин, которые женятся на, ну, довольно молодых спутницах, и при нашем уровне медицины и уровне жизни и качестве жизни, конечно, ну, может быть, это кажется мезальянсом, но, тем не менее, вполне приемлемо. А в то время, ну, фактически уже очень-очень пожилой человек делает предложение юной девушке, и она соглашается, причем она соглашается, ну, как бы не под давлением обстоятельств, и не под давлением родственников, а по собственной воле, и сопровождает это некими комментариями, которые она вот дала, например, своей сестре и так далее. Да, но я хочу сказать, что в то время это не было, скажем, таким исключением в плане как фаворитки, подруги, да. Конечно, у пожилых были молодые, все, и мы знаем эту историю фаворитизма и про Екатерину Вторую, но жениться, и, конечно, это был его шаг очень такой, ну, обдуманный, наверное, но это была любовь, конечно, тоже. Он воспылал, у него появились чувства, но я еще хочу сказать, что он не был юридически свободен в то время. То есть его предыдущая жена была Юсупова, да? Да, Евдокия Юсупова жила в Санкт-Петербурге, вот, и развода не было. Он, конечно, наверное, к этому шел, но вот в 55 лет, вот конкретно известно, что он увидел, как бы, вот Доротею у себя в Вилгавском дворце в придворном театре, она в опере выступала Фейхнера, Кефал и Прокрис, и пела мужскую роль. Можно представить изящного такого юношу, да, в опере. Но она была очень, конечно, элегантна и красива, и обаятельна, вот с молодости воспитывалась в строгих правилах, но получила хотя бы, ну, можно сказать, в провинции, да, но блестящее образование, владела языками и так далее. Вот. И вот он тогда его вспылал. А дальше история продолжается, что он ее пригласил, ну, ее сопровождала сводная сестра Лиза фон Бреки, известная писательница, вот в эту свою резиденцию, во дворец Света. И вот решился на этот шаг, ну, как это, вот, по-латышски, билдинаймс, да? Предложение. Предложение руки и сердца, наверное, так, да? Угу. И они гуляли по дворцу, и он пригласил их в оранжерею. Это была очень такая современная, модная для того времени его вот дворец, здание с двумя, с картинной галереей и оранжереей. И вот в оранжерея состоялся этот разговор. Если не против, я бы дословно хотела. Да, хорошо, хорошо, обязательно слушаем. Слушаем. Как это писала Лиза. «Наш спутник часто прижимал руку сестры к своей груди, окончательно смутив бедняжку. Я высказала желание присоединиться к остальным гостям. Но он стоял и смотрел на сестру таким взглядом, который был красноречивей всех его любезных слов. Он обратился к ней с нежной речью, на которую она отвечала опущенным взглядом и зардевшейся девичьей застенчивостью. Герцог поведал, сколь велика его страсть, и что его жизнь уже не может быть счастливой без столь благородной спутницы, руку которой он сейчас прижимает к сердцу». Теперь Лиза говорит. «Здесь я позволила вмешаться. Вам, мой правитель, красноречивое молчание моей сестры должно быть понятным. Я знаю её расположение и уверена, если бы вы были частной персоной, она отдала бы вам предпочтение среди всех своих претендентов». «Это правда?» – спросил Герцог, обратившись к моей Доротея, сопровождая вопрос взглядом полным восхищением. И тут вот еле слышное, да, трепетало на её губах. Как красиво! Как красиво! Между прочим, надо сказать радиослушателям, что вот эта самая Лиза фон Рекке, она была довольно известной писательницей, и она, в частности, разоблачила Калиостро, когда он посетил наши места. Да, она написала вот эту смелую такую публикацию, потом её отправили Екатерине Второй, то ей очень понравилось, потому что она тоже к Калиостро относилась очень негативно. Она её перевела на русский язык и сама написала сценарий к спектаклю «Крапнекс». Мошенник. Мошенник, да, мошенник, который был поставлен в Эрмитажном театре. Вот я мечтаю о реконструкции. Да. Ну так, значит, вот ещё я хотела дополнить. Элиза имела в виду, вот когда сказала, что если бы вы были… Частной персоной. Частной персоной, да. Она поняла, что Доротея в таком состоянии, что она вообще ничего не может не сказать, не это самое. Она поэтому опередила как бы немного события, но она поняла, что это надо сделать. Вот. И она как бы потом дополнила… Ну я вот читала, да, что наш вот этот такой уважаемый род Медем не может ни в коем случае вступать в никакие сомнительные тайные сделки, только должно быть всё публично и на таком высоком уровне. И вот. А вы ещё не свободен, да, в этом плане. А. И он сказал, что он всё сделает, что вот, да, ну развод-то в форме всё сделает для того, чтобы состоялась вот эта официальная помолвка. И, ну понимаете, через буквально некоторое время, год, по-моему, Евдокия умерла. Она была слабой здоровьем. И вот эта проблема его решилась сама собой. Угу. Ну если бы мы были сценаристами, мы бы, конечно, придумали какой-нибудь ход, что герцог Пётр подослал к Евдокии отравителя и отправила её на тот свет. Но мы не сценаристы, мы рассказываем и подлинную историю. И так этот брак состоялся, и он был счастливым. В этом браке родились три дочери. Нет, сначала две дочери, а потом мальчик, да, наследник. Нет, три дочери, потом мальчик и потом... Ещё дочь. А, вот так. И, собственно говоря, всё как бы развивалось просто очень хорошо. Семья была счастлива, дети, полная чаша. Естественно, герцог Пётр, он был очень таким предпринимательски одарённым человеком, он намного приумножил состояние своего отца Эрнста Иоганна Бирона, бывшего фаворита Анны Иоанновны. Однако вот над его головой начали бурлить политические страсти. И вот какую роль в этой политической борьбе сыграла тогда его мудрая, юная жена Доротея? Ну, может быть, сначала надо ещё вспомнить про их, вот это первое путешествие, её первое путешествие, да? Когда он её пригласил в путешествие по Европе, ну, главная цель была Италия, Академия Клементина, где он там поддерживал связи, он покупал картины, и его вот цель была, ну, конечно, он сам осуществил свою мечту, ну, и ей показать, как, ну, не знаю, можно сказать, такое свадебное путешествие, да. Но уже дочери родились, и они с собой взяли трёхлетнюю Вильгельмину. Старшую. Малышки две остались ждать. Ну, три года это путешествие продолжалось. Вот тогда она пристала в Европе, и тогда Европа увидела, и, может быть, сразу возникали вопросы, откуда, что и как, и вот узнали о Курляндии, и вот господин Лансман, да? Это бывший директор Рундерского музея, да. Да, экс-директор, что больше не было такой персоны, которая бы так ярко представила Латвию в то время в образе Курляндии, да, в Европе. Но я хочу сказать, такая персона есть. Да? И кто это? Это господин Лансман. Ну так, он столько огромную роль сыграл, ну вот Рундерский дворец, ну понятно, всё это, реставрация, его возрождение, прекрасная коллекция, это годами. Вот сейчас выйдет третий том монографии, трилогии о Рундерском дворце. Да, он пишет. И, конечно, благодаря его связям, и его публикациям, и научным, и в Европе он очень известный человек, и благодаря ему, может быть, очень значительная часть и специалистов, ну я уже не говорю там о туристических, да, агентурах, а узнали о Рундерском дворце. Тоже, да? Ну я вот хочу сказать, что мы как-то посетили дворец Шарлотенбург в Берлине, да, и казалось бы, что это одна и та же эпоха, но и немцы, ну, которые славятся своей такой тщательностью и внимательным отношением к истории, они должны были бы поддерживать этот дворец во всём блеске. Однако, когда я прошла по его залам, я подумала так, что, ну, наша Рундерла по сравнению с этим Шарлотенбургом, вот это реально бриллиант, а Шарлотенбург вот как-то сильно, очень потускнел, обветшал, такой потасканный вид имеет. Вот, и это благодаря, конечно, Лансманису, это человек, который, человек эпоха для Латвии, конечно, я согласна с вами, ему скоро исполняется 80 лет, он готовит выставку. Будем надеяться, что к тому времени, когда она будет готова, ограничения снимут, и люди, наши сограждане, наши жители нашей страны смогут посетить её, ознакомиться, почитать, углубиться в эту историю, которую Лансманис собирал и изучал всю жизнь. Потому что, надо сказать, что как раз он открыл для исторической общественности вот переписку Доротеи, он же читал её письма в подлинниках, он владеет немецким языком, этим старонемецким. И, в общем-то, эта переписка тоже раскрывает личность этой уникальной женщины, как не только женщины, человека высшего света, но и как политика, по сути. Люся, так я вот хочу показать, вот, обожаемая Доротея. Вот эта публикация, вот это вот очень фундаментально вышло в прошлом году. Подожди, по запросам уже получается. И это его работа, обожаемая Доротея, потому что о ней, так сказал, толерант. И здесь всё. Начало жизни и до конца, по главам, о путешествии, и всё сопровождается вот такими роскошными композициями, на берлинской королевской мануфактуре. И было вот сенсацией, буквально, новшеством, да, конечно, форма, классицизм, да, вот этот стиль, как бы новый. И роспись полевые цветы. Но мы, экскурсоводы, ещё, я лично добавляю, с наших курлянских полей. Ну да, то есть это... Это тончайшая роспись, да, это филигранная, буквально там ни один леперток, ни один мотылёк не повторяется. Вот это, и вот это всё в этой книге тоже, эти рисунки, и огромное количество иллюстраций, все портреты Доротея, её же писали все художники Европы. Вот, так что, вот у нас есть такое издание роскошное. Ну, мы можем обратить внимание наших радиослушателей на то, что, может быть, эта книга ещё находится и доступна в книжных магазинах для Рината Доротея, да, на латышском языке, конечно, мы все его знаем и читать умеем по-латышски, я думаю, что это действительно книга, которая может украсить любую библиотеку и обязательно к изучению тем людям, которые интересуются историей, которые любят Курляндию, любят вот этих замечательных людей, которые действительно вдруг произвели такой фурор в Европе, появившись вот, ну, буквально из ниоткуда. И так, между прочим, надо напомнить, что в ходе этого путешествия Пётр стал спонсором стипендии в Болоне, которая выплачивалась потом в течение многих лет за научные исследования. Да, так называется Курлянская премия за лучшие дипломные работы, насколько я так помню, в архитектуру, в живописи, в рисунке, ну вот в нескольких видах, да? В изобразительном искусстве, одним словом. Искусство, да. А, в скульптуре, рисунке, в живописи. И этот фонд просуществовал почти вот до войны, до 20 века, больше почти 100 лет. То есть, он вложил в него какие-то деньги, и с этого фонда выплачивалась стипендия, просто от процентов, ну как Нобелевская премия, таким же способом. Да, и бюст герцога Петра находится в Болоне до сих пор, вы, по-моему, его лично видели. Там шикарный памятник, там такая курлянская аула. Да, мы были на, путешествовали и на экскурсии во Франции по дворцам бывшим связанным герцогом и главным образом маленькой Доротеей, да, его внучкой, ну вот, спутницей Толерана. И там роскошный памятник, его бюст на таком большом, довольно высоком пьедестале, на котором рельефное изображение мус всех видов искусства, да, и на латыни там вот написано, что герцог Курлянский, меценат искусства, да, как-то так, меценат изящных искусств. В общем, вот это было такое путешествие ознакомительное по Европе, после которого Доротея стала известной, хотя они путешествовали, по-моему, под именем, под чужим именем, да, раньше коронованные особы, ну, не совершали таких официальных визитов, а путешествовали как бы инкогнито. Да, они под своим. А графы Вюртенберги или как-то там они себя назвали, не помните эту историю? Люся, прости, я что-то сейчас не знаю, надо уточнить. Ну, ясно. Ну, короче говоря, ее имя, ее личность ни для кого в Европе не были секретом, именно тогда она, в общем-то, была принята в кругах высшей знати, и, наверное, это помогло ей потом набраться смелости и быть посредником между польским королем и герцогом в конфликте, который разыгрался между герцогом и курлянской знатью в то время, которая, ну, в общем-то, была недовольна его правлением и хотела чего-то иного. Да, эту конфликтную ситуацию он унаследовал от отца Эрнста Иоганна, да, ну, как можно сказать, высшее общество Курляндии, все-таки изначально, когда Эрнст Иоганн еще не был фаворитом, да, Анны Иоганны, ну, они были на таких вторых ролях, да, я знаю, что добивались вот этой места на рыцарской скамье, но это не удавалось или этот народ не считался слишком известным и древним, не настолько, да, а потом видишь, как все сложилось-то, да, и он стал фаворитом русской императрицы, расстрелий приехал и шокировал тут всех, я думаю, что вот строительство Рундельского дворца это просто была стройка века и для Курляндии такого никто не видел, не слышал и представить себе не мог. Ну, то есть, это огромные размеры. Можно. Да, да, вот, и вот, но тем не менее, все равно, или это вот зависть, или какие-то вот это отношения к нему все равно оставалось, да, вроде как, выскочка вот опять, да, но, конечно, обязаны были уважать и все ясно, а герцог Петр, он действительно, он был, как вот, опять же, по словам господина Лансманиса, был плохой политик, но хороший бизнесмен. И его цель, вот его на самом деле интересовали деньги и вот увеличение состояния, он это сделал, много раз увеличил и занимался вот недвижимостью, как сейчас говорят, купли и продажи, дворцов и произведения искусства и так далее, и так далее. Вот в описаниях есть, вот в архивных документах описание, ну вот, что там находится в этих дворцах, вот дворец на охот, например, в Агемии он купил, так там огромная коллекция этих ковров и голландской живописи, по-моему, как-то умудрилось, умудрился так, что стоимость чуть ли, ну, картины всего один доллар оценивалось, да, это надо уметь, такое, такое вот, ну, предприимчивость, да, вот, ну, и вот это конфликтное, вот это состояние продолжалось, и обострилось оно к 1790 году, когда вот эти интересы уже не совпадали, и он все дальше отходил от политики, и тогда коврянская делегация отправилась в Варшаву, да, с жалобой, вот, с претензиями, и там состоялось заседание Сейма под предводительством Станислава Августа Понятовского, и приняли решение не в пользу герцога, да, и тогда Дороте, он должен был явиться, но, ну, здоровье, уже возраст, да, как его, как мы говорили, и она сама предложила с визитом поехать, она же в этих дипломатических всех делах разбиралась очень блестяще, и он согласился с удовольствием, все, она отправилась в Варшаву, и вот, значит, приехала, вот та делегация уже уехала, и она очаровала всех, Станислав Август вообще ее обожал тоже, вот, он называл «Моя дочь», и состоялось вот это заседание, и вот она узнала этот результат, и она упала в обморок, и были потрясены, и король, было устроено второе заседание, и тогда проголосовали в пользу герцога, и она с этой вещью поехала обратно в Курляндию, но именно вот в этот, в этот визит она встретила свою первую большую любовь, это был Батовский, это был граф Александр Батовский, приближенный короля, и он, конечно, тоже вспылал, молодой, красавец, черноглазый, у нас есть репродукция, я видела портрета его, но и она не могла устоять против его чар, ну это понятно, да, в 1905 году вот появилась плод этой страстной любви, маленькая Доротея, но герцог Петр ее признал как свою, ну да, ну как он, выхода не было, но они постепенно отдалялись, и уже вот после, вот когда родилась Доротея, она с ним практически, она с Батовским жила, да, в 1794 году ее брат, граф Жаноми Дэн, подарил ей виллу в Саксонии, Лёбихау, дворец, она там построила дворец по своему желанию, вот чем-то напоминавший Элейскую усадьбу ее брата, графа Жаноми, да, и вот там она устроила все так, как мечтала, как ей хотелось, и принимала гостей, которых она хотела видеть, это было главным образом представители искусства, литераторы, художники, ну, дипломаты, вот, и назвала эту усадьбу Салон Мурс. Угу. Ну, то есть увлечение искусством и ей было далеко не чуждо, и, естественно, что это проявилось в ее собственном доме. Сейчас нам надо, наверное, напомнить, что Курлянде в то время была, ну, в подчинении польской короны, и в 1795 году, после восстания Тадеуша Костюшка, уже местное курлянское дворянство почувствовало, что защиты этой польской короны нет, и Польша пережила там первый раздел, второй раздел, и фактически уже потеряла такую суверенность, и тогда Курляндское рыцарство обратилось к российской императрице с просьбой о включении Курляндии в состав Российской империи. Так это было? Ну, там, да, как бы они попростили защиты, ну и были, да, введены войска, и Курляндия стала Российской Курляндской губернией, и уже назначен был генерал-губернатор. Но Герцог Петр получил от Российской короны солидный выкуп за имущество. Да. Ну, как озвучил несколько лет назад потомок его, принц Арнст Иоганн Бирон, 2 миллиона серебром. Ну, я так слышала, что вроде как на современную валюту, если это перевести, то это 30 миллиардов долларов. Ну, по-моему, 2 миллиона Ефимков заплатил Петр в свое время за всю Лифляндию шведам. То есть, эта сумма была сопоставима с той, да, ну, с учетом того, что это все-таки было не бумажные деньги, а именно серебро, и оно такое ценности свои не теряло там с течением времени. И тогда Петр уехал уже в свои земли, в свои имения, будем так говорить, на территории германских земель. А Доротея так осталось жить в Любихау. А каким образом снова Курлянская линия проявилась уже в начале 19 века, когда уже юные дочери Доротеи произвели фурор на Венском Конгрессе? В 1809 году маленькую Доротею выдали замуж за племянника Толерана Эдмонд Толеран Перегор. Александр Эдмонд Толеран Перегор, по-моему, правильно. И да, Доротея, конечно, очень о ней заботилась и хотелось, чтобы достойное будущее своей дочери. И что интересно, там присутствовали очень именитые особы на помолвке. И кто был сватом, не знаешь? Александр Первый? Да, император Александр Первый. Ну и Доротея с Эдмондом, со своим мужем у них не сложилось. И она как бы сблизилась с самим Толераном. И вот Венский Конгресс это был главный момент в их связи, когда она уже окончательно с ним осталась. Они в Вене на Конгрессе Толеран с Доротеей и он был очень важной персоной, конечно же. Но вроде бы побежденная Франция и Толеран должен был там всем мириться и признавать. Но все было наоборот. Он диктовал эту политику через тайные всякие встречи, взятки огромные и так далее. Но это был, конечно, талантливый очень уникальный дипломат. И он да, и вот эти встречи состоялись именно в салоне Доротеи, маленькой Доротеи. Она там вот этим заведовала всем. принимала. Так ее сестры старшие тоже в этом поучаствовали? ее старшие сестры тоже были участницами этого? Да. Это были курлянские грации и как это называли вершение политики нежными женскими руками. Или политика в нежных женских руках. А сама Доротея фон Бирон вы в своих очерках писали, что за счастье видеть ее за своим столом считал Наполеон и Александр Первый, который естественно был сватом ее дочери, тоже так сказать был поклонником ее обаяния ну просто как человека, естественно, что наверное никаких там амурных дел между ними не было, но все-таки они были хорошо знакомы и даже настолько хорошо, что она попросила его посредничества в таком тонком деле, как замуж со своей дочери. Ну да, это для нее имело огромное значение. Ну и потом, когда письма Толерана вот свет увидел, оказалось, что он у нее тоже влюблен был, очень влюблен, и вот он пишет так, будучи рядом с вами, я могу пережить все. в одном из письмен, да, вы, 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 вот того я люблю больше всего на свет. Так подожди, строки были адресованы старшей Доротеи? Старшей Доротеи, да, да. То есть первоначально? Я был влюблен в старшую Доротею, да. А потом женился на младшей? Да, потом младшая стала я спутницей его жизни, но это уже потом. Да, так бывает. Лена, у нас осталось буквально 10 минут, я хотела бы все-таки обратиться к вашей идее о том, к тому, как появилось, а, даже 5 минут мне звукорежиссер показывает, может быть, мы тогда отложим эту тему на следующий раз, потому что хочется очень рассказать о том, как появилась идея реконструкции исторического костюма, сейчас ведь в вашей коллекции и платье Доротеи, которое вы сделали первым, и костюм герцога Петра, который затем последовал, вот, это тоже очень интересная история, и, опять-таки, обращаясь к теме туризма и желания наших людей все-таки хотя бы где-то в Латвии посетить интересные места попутешествовать, вот террасы сейчас открылись, может быть, где-то можно и перекусить во время этих путешествий, как-то красиво пообедать или поужинать, вот, и я хочу сказать, что Елена Форст, ее дочь Ирина, сделали такой маленький музей, называется он, маленький музей исторической моды, и он находится, маза-мужа, маза-мужа, это моя коллекция, ее основная часть, и вот сейчас за время вот этой эпидемии, да, прошлого года и зимой я создала три рококо-платья, мне кажется, таких очень достойных, вот, новое, то, что можно увидеть, но я быстренько скажу, что буквально первого мая, вот в феврале я участвовала и соло в этом, да, в аукционе, в аукционе, да, и получила возможность во дворце открыть маленький киоск сувениров, но это такое полуподвальное помещение в цокольном этаже, в большей виде погребок, и также небольшую выставку своих костюмов, да, исторических, вот, и сейчас музей закрыт, но поскольку у нас вход с улицы в магазинчик, ну, как бы можно, так что вот по пути в парк с правой стороны можно посетить этот бутик, как я его называю, да, вот, и два этих платья там находятся на данный момент. Это ваше последнее произведение? Из новых, да, 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 ну, очень хочется, чтобы состоялся праздник открытия парка, он обычно бывает в конце мая, наверное, вот сейчас ничего не планируется, как, какие сведения? в конце мая будет традиционная базар, базарчик, тырджинч, да, саженцы. А, угу. Вот, ну, там все устроено, что не будут встречаться, две будут, на две части разделен парк, 40 продавцов, вот, ну, надо не только, конечно, и купить, конечно же, но сам парк-то уже шикарный, тюльпаны во всю цветут, вот эти два дня, солнечные, я думаю, что там все вспыхнет, да, 15-му, я думаю, да, сегодня у нас 11-го, вот, а там начнется сирень, у меня интересная появилась аналогия, тут читала про тюльпаны, и вот, Люся, вот эти шикарные, самые пестрые, вот эти попугайные сорта, вот эти пушистые, какие-то необычные сочетания, цветовые, они же, откуда они взялись, почему они вывелись среди классических тюльпанов, потому что они получили вирус, и богатые, самые вот эти, самые дорогие луковицы, которые вот в Англии, но они вот эти, размножаются не так быстро, как классические тюльпаны, поэтому они редкость, да, вот это была тюльпаномания в 17-м веке, и у меня так вот пришла аналогия, думаю, господи, мы же тоже во время вируса создаем шедевры, да, и на этой оптимистической ноте мы сегодня закончим, закончим нашу программу, я думаю, что мы встретимся через неделю с Еленой, продолжим этот разговор, потому что мы рассказали про Доротею, про курлянский фактор в европейской политике, но мы не рассказали о том, как творят и работают наши сограждане, наши соотечественники, такие как Елена Форсты, какие прекрасные вещи они создают, какую прекрасную историю они делают своими руками, и давайте мы расстанемся на недельку и встретимся снова с Еленой Форсты, искусство обеда. Я еще расскажу, много нового. Да, хорошо, а 15 мая запишите в календарь, будет праздник продажи саженцев рундовы, и можно совместить приятное с полезным, купить себе какую-нибудь уникальную сирень, например, или там уникальные цветы, розы, да, и заодно прогуляться по парку, получить огромное удовольствие от того, в каком состоянии, в каком виде он находится, и как он бесконечно меняется с временем года, переходя там от тюльпанов, сирени, к розам и к другим цветам, и это тоже плод трудов, упомянутого нами сегодня, Иманта Лансманиса, многолетнего директора Рундельского музея. Спасибо радиослушателям за внимание. Программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Родион Золотарев. Всего доброго, а мы встретимся через неделю и расскажем про платьишки. Слушайте.